Привет, дорогие ребята. Приехали забирать Валину машину, потому что у неё что-то там барахлили двери. И сейчас едем домой. Сейчас я вам расскажу, как прошёл мой сегодняшний денёк. Ой, сложный денёк, сложная неделя, сложная жизнь. Помните мою соседскую, мою соседскую, соседскую яблоню дерева? Всё облысела, бедненькая, так же, как и я. Осень-осень, осень-осень. Приветушки, вчера не было видео на канале, потому что я вчера ходила, грустила, такая в печали, ходила, сдавала анализы. И опять у меня плохая кровь. Вот вы меня спрашиваете, а ты что, всегда такой живчик, не боишься, не грустишь? Конечно же, как и все живые люди, я и боюсь, и грущу. И мне кажется, что все сильные люди, мотивированные, они не то, что не грустят, просто они могут погрустеть немножко, оставить времени так немного для себя, ни с кем там особо не общаются, потому что хотят все свои мысли собрать в кучку и придумать стратегию для действий дальнейших. Кровь у меня плохая опять. Вот вы меня спрашиваете, как у тебя там с лечением? Чего это ты там вообще молчишь, как партизанка? И как бы с нами не делишься. А какое у меня, ребята, лечение? У меня сейчас лечения никакого, кроме вот того, что я прохожу в Франкфурте химиоэмболизацию. Объясню почему. Потому что, ну, мне сейчас по плану должны капать 3 капельницы в месяц. Ну, примерно, примерно. Зависит. Зависит. Иногда 3, иногда 4. Эрибулина, он же Холовин. Это не туда, это молоко в холодильник, как кофе сюда, что. Но этот эрибулин, он может быть медикамент хороший. Может быть. Я же, ну, слышала, что многим людям помогал. Но вот моему ближайшему кругу, двум подружкам, по крайней мере, он, ну, они его очень плохо переносили. Я его так физически приношу хорошо. Кроме того, что течет какая-то вода из носа, мини-аллергия, я его приношу хорошо. Но он у меня шараше, дорогие мои, по лейкоцитам. Это первое. Очень сильно. Если и брансом не снижал лейкоциты до 2, то этот имеет такую способность их просто-напросто валить. Меньше, чем единицы они у меня. Меньше, чем единицы. Немножко только пошумит фильтр, аппарат, кофемашина. То будет тихо и спокойно. Меньше единицы, значит, они у меня падают. И именно поэтому, потому что врачи об этом знают. В Германии, я не буду утверждать за другие страны, быстрее всего, что нет. А в Германии по протоколу, как тебе только назначили рибулин, сразу же тебе назначают и раз в 3 недели укол в живот. Лангвекс, по-моему. Вроде лангвекс. Я такая в шапочке, потому что я опять иду сдавать кровь. Я сейчас поменяю шапочку на другую, более плотную, тут с бомбоном белую. Тут укол. Он хороший. Он очень хорошо поднимает лейкоциты. Но, зараза, он опять же, как и холловен, сильно, ну в побочках я смотрела, сильно понижает тромбоциты. То есть, холловен понижает тромбоциты, и лейкоциты, и лангвекс тоже понижает тромбоциты. И у меня, ребята, тромбоциты вообще не восстанавливаются. И это не имеет никакого отношения. Уже и мои врачи тоже в клинике сказали, нет, это не имеет отношения к вашей химиомболизации, потому что мы проверили, вы только приехали с химиомболизацией, и у вас были хорошие тромбоциты, мы вам сделали капельницу. А тут уже после этого, сразу же после этой вот капельницы у вас упали тромбоциты. И это не только у вас. Мы уже просто знаем, что, ну, тут немножко такое безвыходное отчасти положение, ситуация такая, потому что, ну, вот так получается, что, да, холловен понижает тромбоциты. Мы вам колем этот лейкостим, так скажем, он тоже понижает без лейкостима. Ну, никак даже за месяц лейкоциты не восстанавливаются. И картина маслом. Что делать, никто не знает. То есть я получила за, вот с тех пор, как у меня, я не помню даже, в сентябре, нет, в начале октября, с тех пор, как у меня был КТ, я получила всего две капельницы этого холловена, и ту один 80%, неполная доза. И вторую капельницу 100%. Это очень мало. Это там даже не половина, это меньше, чем половина, понимаете? То есть я могу сказать, что я сейчас без лечения. Может быть, в перспективе, если бы мне его капали по плану, может быть, он бы мне и помог, и подошел бы. Но, к сожалению, мы, я не знаю, как мы это увидим, не увидим. Значит, КТ, КТ у меня аж, 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 аж перед Новым годом. КТ тоже очень вредная процедура. То есть сканировать меня, но они, ну, конечно, когда ты уже умирающий, тебя могут и в каждый день так. Но все равно они хотят хоть этим не убивать мой организм. И для того, чтобы посмотреть действия этого или другого препарата, надо, чтобы прошел промежуток минимум, чем, ну, 3 месяца. Он, ну, как антибиотик, да, ты уже его, как бы, не принимаешь, а он еще там работает у тебя. Ну, вот, вот такая вот ситуация. Я не знаю, что делать. А вчера пришла, это как то, что в печаль. Я уже думала, ну, вчера, уже думала, сегодня точно, ну, куда? И вот еще самый такой очень приятный момент, это то, что вот от лейкоцитов есть укол, а от тромбоцитов укола нет. У них такого вот шприца в живот, и они у тебя повышаются только едой. А сколько ты до еды скушаешь? Ну, сколько, блин, блин, я маникюр не накрасила вчера, была старушка в печали. Ну, сколько? Понятно, что, как и у вас, у меня тоже есть интернет. Я все это читаю, девочки. У меня тоже есть родственники и друзья, которые мне еще высылают. Высылают, и когда уже вижу, что мне на мессенджер кто-то что-то высылает, я говорю, блин, жизни не хватит, чтобы это все вычитать и выучить. Да, все же нахожу тоже в интернете. И, знаете, уже хочется сказать, да не учите ученого, блин, я третий год на этих цитостатиках, поэтому я как бы уже все вычитала и все перечитала. Может, я уже надеюсь, что новая таблетка какая-то появится? Нет, не появляется. Знаете, что могу сделать? Только если уже у тебя из носа течет кровь, или там откуда-то ее не могут остановить, тебе могут сделать переливание действительно этих тромбоцитов. Там в комментариях писали, а у нас делают в России, а у вас нет, херня Германия, а у нас на Украине делают, говно Европа. Нет, и у нас делают, но делают. Вот мне после операции, когда вот на грудь, мне тоже делали, когда у меня гемоглобин очень сильно упал, и у меня еще стояли дренажи, и больше, чем надо за сутки этой плохой жидкости вытекало, и у меня вот из часа в час мне просто брали кровь на анализ, и они у меня падали, 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 мне делали переливание крови. Ну а девочки, нельзя, я до конца жизни на лечении, ты не можешь постоянно быть где-то в больничке, нет такого прям сервиса и, наверное, и необходимости, только в таких экстренных случаях тебе делают это переливание. Но знаете, как у меня было с этими тромбоцитами? Вы не поверите, это не то, что чуть-чуть там. Нет, ребята, смотрите, когда идешь, сдаешь кровь, тебе выдают такой бланк, А4, лист бумаги такой, и там написано, сколько у вас там в крови, ну ваша отметочка такая, и еще где-то в скобочках там, ну в каком-то там, не знаю, в каком краю, ну написано, ну нормы, от скольки, минимум и максимум. Ну так вот, чтобы всем было понятно, не только медикам или болеющим, минимум в тромбоцитах вот должно быть, минимум 150, у меня 30 было на прошлой неделе, девочки, 30, 30. Это, это ж по идее человек должен лежать. А меня спрашивали, вот так вот проверяли, у вас синяки появляются? Ну у меня все же синяки появляются, я только пройду мимо там тумбочки, шарахну ногой по тумбочке, когда я вот такая активная, да, у меня сразу синяк, или иногда кто-то просто там, мусю-мусю-мусю-мусю, да, там еще в детстве, у меня сразу синяк, я всем говорила, не трогать, или там за нос как-то, парень там довернул, взял мне вот так за нос, и у меня сразу синяк на весь нос. Ну как бы сейчас, я не замечаю, чтобы у меня это было более ярко выражено, даже вообще вот честно, синяков нету никаких, кровь, вот у меня аж часто берут кровь, ну я вот немного подержу, вот, да, вот все, ну как бы нормально, с поагуляцией, ай, не знаю, что делать, поэтому лечения нету я без лечения. И я поэтому сказала и вам, что я торчу на мертвой точке, это не от того, что у меня какой-то деспирары на румынском языке, отчаяние, я все, не хочу бороться, и я оставляю раку, а, раку, все, шанс, чтобы он меня уже там добил и растоптал. Нет, хренушки ему. Нет, просто даже у таких людей, которые якобы ничего не боятся, да, я тоже чувствую, что я топчусь на месте, что я хожу по лабиринту, и я не могу найти выход. Но я найду этот выход, обязательно, не то, так другое. Так, сейчас будут вопросы, я знаю, я сразу отвечу. А почему они меняют лечения? А потому что они надеялись, они вот надеялись в прошлый месяц, что, а, может, я там ослаблена, а может, это как-то связано с этой эмболизацией. Потом увидели, что нет. В этот месяц, сразу после эмболизации, мне сделали капельницу, и я хорошо ее перенесла, прихожу на следующую неделю, да, у меня же так, вот, в понедельник я делаю капельницу, капаюсь, в этот понедельник, в следующий, потом одна неделя паузы, потом опять, в этот, в следующий, одна неделя паузы. И вот они мне говорят, давайте мы не будем вам ту капельницу, которую мы якобы пропустили, вам капать, потому что после этого надо целую неделю в паузе сидеть. Давайте сразу второй цикл начнем, и буду сразу две капельницы подряд, и мы как-то догоним. План был хороший. Я пошла, опять то же самое, плохие тромбоцитаны, ну, идите домой. Прихожу на этой неделе, опять плохие. Они тоже не ожидали, поэтому у них не было никакого плана, действий. Они мне сказали, идите домой. Я вот так вот дергаюсь, потому что я хочу быстро за 10-15 минут все вам рассказать, когда вы мне говорите, что вот какая-то дерганая, суетливая, нервная. Не, девочки, это видео. Вы включите камеру, посмотрим, как вы себя будете вести. Хочу просто так, знаете, чтобы конструктивно, все без лишней воды, никак. Вот, честно, мне не нравятся влоги, ну, не то, что не нравится, я их просто не смотрю, когда, ну, вот этот трэш-контент, ты сидишь, пьешь кофе, что-то рассказываешь о какой-то теме, потом там звонок в дверь, и женщина оставляет камеру, идет, открывает дверь, с кем-то слесарем, с каким-то общается, кому-то интересно, есть, кому нравится, вот, ну, такой контент. Вот мне не нравится, поэтому я вырезаю все, если мне сейчас позвонят в дверь, я это вырежу, вам не покажу, зачем вам, зачем ваше время терять. Так, дальше, вот потеряла мысль, вот, зараза, я такая потеряла мысль. Оно, значит, план в них, наверное, будет, мне вчера врач говорит, ну, слушайте, мы там переговорили, но мы честно не ожидали, что у вас и сегодня, давайте посмотрим, и на следующей неделе, потом что-то решится. Может быть, они мне сделают КТ раньше, может быть, поменяют лекарство, ведь бывает, ведь такое, когда человеку, просто у него аллергия не подходит, и надо меньше, раньше, чем вот, три месяца, да, менять лекарства, бывает, но смотрите, какая штука получается. У меня, кстати, вот сзади цветочки, мне муж вчера подарил, у меня вообще без повода дарят цветы, а вчера я была грустна, он приходит с розами, они, конечно, выглядят какими-то черными, на вот, просто освещение такое, но они на самом деле красные, и, как ни странно, пахнут хорошо, хотя эти покупные, блин, зараза, не пахнут. Может быть, мне что-то и придумают, но у меня впереди, мне шанс, вообще, доктор, с которым я якобы, раньше там, я ему письма, помните, писала, он обиделся на меня, страшное дело, страшное дело, но потом, он пересмотрел позицию, он со мной нормально общается, как-то это же зауважал, да, он мне сам писал, что все будет хорошо, но вот я бы поставил, поставку только на тот медикамент, Травелди из Америки, который нужно заказывать, за который нужно платить, и, к сожалению, у меня, к сожалению или к счастью, к счастью, то, что он мне его будет заказывать, к сожалению, это, наверное, ну, если это самое такое, последнее, как бы, что может помочь, самое такое, ядерное, а если то не поможет, после этого, что? Что дальше, да, никто не знает, что будет дальше, вот это меня немного смущает. Я хотела бы, чтобы мне этот эребулин шел, я хотела, как можно надольше оттянуть начало того Травелди. Я понимаю, что, а, ждать от моря погода, а что ты ждешь, раз уже нельзя, давай начинай то. Еще, если капаешься Травелди, нельзя, ничем, можно комбинировать там, но только не цитостатиками, которые из группы, вот как Ирина Текан, а мне в печенку, где она, здесь, именно это заливают, и Ренатикан, и Карба, не Карба, Плотин, Сосплотин. Вот именно вдвоем эти препараты шарахают хорошо по метастазам, и они мне шарахнули, да, может для других это, а что, ничего не помогло, нет, оно затопорило на целый месяц, а у меня знаете сколько, какие букеты за месяц вырастали, букеты, у меня начиналось в апреле от 20 штук, и потом у меня вот 800, вы говорили, а, там не написано метастазы, написано лизионом, типа там, повреждения 800, пусть они будут и миллиметровые, но их там знаете сколько было, и у меня перенхима изменилась, в лучшую сторону, у меня была как будто, извините, старая губка, блин, печенка, а стала лучше перенхима, пусть они там, не важно эти метастазы, перенхима, анализы стали лучше, то что там они, это важно, понимаете, упали печеночные пробы, упали онкомаркеры, что еще, где еще доказательства, что то действительно, хорошо работает, а то, что понимаете, там столько, конечно же, одна процедура не уберет это все, там даже не шла речь о том, чтобы там их как-то уменьшать, убирать, приостановить, и я считаю, что это уже знак, что чуть-чуть приостановилось, я так считаю, потому что они мне там сделали, а мы это там по месту, но это лечение по месту, каждый орган эмболизировать, это тоже не, ну как, ну как, это тоже, ну как ты будешь бегать, как за зайцами по организму, еще к этой не было, я уже в таком состоянии, что я и не хочу, я знаю, что я, а что, если я закрою глаза, у меня все там вылечится, конечно же не вылечится, я понимаю, я снимаю влоги, я буду снимать до конца, даже если я не буду, до победного, не до, не дождетесь, поняли, не дождетесь, иногда, у вас тоже такое было, девочки мои дорогие, любимые, любя, все с вами, любя, вот честно, иногда даже, знаете, как хочется, вот вначале, а ну посмотри мои анализы, а ну что скажешь, а что это, а что это, а сейчас хочется спрятать эти анализы, так, чтобы не начинали прям, а там сантиметр, на миллимиллиметр, там чуть выросло, потому что эта информация, она как-то обескураживает, ну все же от переживания, я знаю, ну когда вы за каждое вот это, а вы вот еще голову проверьте, когда, блин, а вы вот еще на тромбе проверьтесь, а вы куда, я так хочу, вот у меня в каждую неделю какая-то процедура, то, что мне отменяют эти процедуры, так это потому, что у меня анализы плохие, но я-то туда хожу, я иду сжатым внизу, вами и сердцем, и это сдаю кровь, сижу, жду, стрём-то я ловлю девочки, ждать все равно надо, вот вы говорите, а не вы, а некоторые, вот эта Каролина хочет, чтобы вокруг нее крутились, нет, мне вообще пофиг, я могу ждать, если там полный коридор женщин, и моя, хотя у меня термин, эта запись, хотя у меня запись на 10, я никогда не возникаю, что я захожу в 2 часа, хочу я, чтобы вокруг меня крутились, только когда я прошла, какой-то там скрининг, как ты, я тоже хочу знать ответ, я тоже хочу, чтобы мне уже результат этот, заключение дали, через, ну, 2-3 дня, ну, не через месяц, девочки, но с чего некоторые из вас берут, что я такая вот в этом плане, давайте в этом будем обсуждать, что я капризная, а вы бы не хотели, чтобы вам быстрее бы пришел ответ, или кому-то вообще в кайф, вот эта вот атмосфера в доме и в душе, когда ты сидишь и ждешь, а мне пофиг, я не капризная, я такая скромная, хренушки, налоги платим, платим, как моргать надо, платим, да, платим, в чем проблема, ты пациент с серьезной болезнью, разве ты не достоин того, чтобы, по крайней мере, тебе сообщили, что с тобой, конечно же, плюс, блин, работа стоит, тут бы кто-то назначил лечение, да, а так тебе не дают, не выдают, ни никакого, ни ответа, ни привета, сидишь и ждешь, конечно, капризным станешь, и нервы у тебя, знаете, как тут зашкаливает аж от нервов, каким бы ты там благородным, спокойным, воспитанным не был, все равно, ну, блин, здоровье, или только ты отвечаешь за свое здоровье, ну, честно, давайте, сколько этих онкобольных, вот, было, ушли, ну, да, там поплакали люди, сколько там, ну, неделю, там, повспоминали, и все, живут своей жизнью, это нормально, это нормально, люди должны жить дальше, и родственники, не то, что там, подписчики или соседи, все за тебя забывают, и поэтому только ты сам, так, рвешь на себе рубашку, и думаешь, блин, мне надо, мне надо, что-то придумать, не будет это, будет другое, будет третье, будет пятое, будет десятое, кто бы что ни говорил, я иду вперед, да, вчера грустила, не без этого, конечно, ксанок, вот, муж дал, потому что закончилась, бутылка эта с этим, как он называется, масло, марихуана, я говорю сразу, ааа, что это за, это, норик какой-то, это Каролина, нет, хороший от этого масла, аппетит, блин, кушаю как лошадь, а я кушаю, вот вы говорите, похудела, я верю своим этим бесам, ничего не похудела, потому что я кушаю, слава богу, после второй эмболизации, у меня уже не было, вот этих вот, коликов, резиков, ничего, аппетит хороший, и нет тошноты, помогает, и спишь хорошо, но не спишь целый день, и за рулем, вот как от димедрола, нет, просто, когда ложишься спать, ты отключаешься, и спишь очень хорошо, до утра, очень хорошо, днем я вообще не сплю, все, для меня это достаточно, вот этого достаточно, потому что это очень хорошо повышает качество жизни, это очень важно при четвертой стадии, 10 миллилитров процент, 24 процента, ну я увеличила дозу, конечно у меня не так, как там 2 капли в день, нет, у меня больше, опять заказала себе, сегодня должно прийти, мне надо, чтобы вообще паузы не было, ну как бы в тот день с химией, стараюсь не принимать, потому что мы так там решили, с коллегами, и это единственное, что действительно применяется, ну я так знаю, да, и там и в Израиле, и в медицине, якобы помогает, поэтому буду принимать и дальше, ладно, кофе остыл, уже поезд уезжает, спирона, я пошла, но завтра я опять буду с вами, всем пока-пока, люблю, целую, обнимаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, хоть какие. Та-та-та-та. Субтитры сделал DimaTorzok